Это круто, когда ты чувствуешь плечо идущего рядом, его дыхание, что вы все вместе и весь город готов за свои права сражаться. Меня зовут Гулина Марина. Я была на этой площади 31 января. Я хотела выйти на акцию в поддержку Алексея Навального и против того беззакония, которое сейчас происходит в нашей стране. В лице как раз Алексея Навального, наверное, это как раз показательное все, как может происходить в принципе с любым человеком. То, что слово человека, оно ничего не значит. Как пожелают сделать органы власти, силовые структуры, так все и будет. Я шел на эту акцию совершенно с мирными целями. Просто высказаться, отобразить свою гражданскую и социальную позицию по происходящему всего. Я не рассчитывал на то, что в ходе этой акции мне разобьют голову и поломают руки. Вот на этой площади меня и задержали. Я вышла из подземного перехода и направилась в метро, чтобы поехать домой. Все это время я была вот с этим ёршиком. И тут от толпы отделились два космонавта, быстро ко мне подбежали, схватили под руки. И только потом я узнала, что если тебя схватили, ты уже осужден. Главная причина, почему я выхожу, потому что потом мне будет очень стыдно, если я даже ничего не сделал. Знаешь, сама хотя бы крохотная надежда на справедливость, на ее возвращение, она вселяет веру и надежду, что это может быть и произойдет. Может быть не сейчас, может быть позднее, но, по крайней мере, потом было бы жутко стыдно сказать, что нет. Я сидел в этот момент дома и пил горячий чай с облепихой. На митинг 23 января текущего года я вышел, потому что меня уже достал этот беспредел, который творится в стране. Низкие зарплаты, супернизкие пенсии, издевательства над населением, безобразная медицина, огромные цены в магазинах. Ни о чем не жалею. Дай бог, доживу и я буду этим гордиться своего рода. Потому что, если бы мне было очень стыдно перед своими внуками, детьми, что я просто просидел дома и смотрел трансляции. Зачем?